Благодарим хор за то, что сегодня нас ободряют теми словами Божьими, которые Бог оставил для нас. Вы знаете, я когда слушал на первом служении пение хора, а сейчас более внимательно послушал, и я одну ищу, ну, понял для той проповеди, для того слова, которое я буду говорить. Вы знаете, когда человек слушает сегодня весь о Христе, и он не ликует, нету радости. А если мы ликуем сегодня, мы понимаем, что Бог сделал, у нас есть радость. Радость, которую, радость мою даю вам, мир, в котором мы живем, не может этой радости дать. Моя радость, это радость совершенная, Христос говорит. И этой радости, знаете, как ни странно, Христос так сказал, никто не может ее от нас отнять. Знаете, и почему мы ее можем терять? Лишь по одной причине. Мы не видим, мы не ликуем, мы не видим то, что мы имеем благо Господу нашему Иисусу Христу. Я хотел бы сегодня, чтобы мы могли порассуждать над словом, которое записано в послании к евреям. И это вторая моя тема, она была 24 года назад, я начал эту тему, я хотел бы ее опять же сегодня продолжить, потому что эта тема, действительно, она как бы, она не только начало послания, а оно, это не просто какой-то тезис, это глубина тех Божьих отношений, которые мы вкусили, благость Божию к нам, и мы вкушаем, мы ликуем, и потому мы счастливы в Боге. И мы читаем послание к евреям, первая глава, с первого по четвертый сих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревелим отцам пророка, в последние дни сии говорит нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершил собою очищение рехов наших, воссел одестую престола величия на высоте, будучи сколь превосходнее ангелов, сколь славнейшее пред ними наследовал имя. Сегодня я хотел бы говорить на тему «Бог говорит нам в сыне». Вы знаете, когда мы сегодня слушаем любую вещь или любое слово слышим, у нас очень важно авторитет говорящего. Авторитет. Кто сказал? Вы знаете, наверное, вы замечаете, чем более авторитетный человек или спикер с каким-то словом придет к нам, подробно, наверное, относится. Вот, может, скажет человек, та же самая мысль, но он не имеет авторитета. Христос сказал очень интересную мысль, это не касается нас, это касается Христа. И, наверное, такая мысль потенциально у людей была. Ну, почему вот Христа не принимают? Ну, почему Слово Божие, которое Сын Божий говорит, и его не принимает? Почему? И там Христос сказал, что нету чести вот пророку в своем Отечестве. Вы знаете, люди привыкают к словам. И один пророк даже как-то с болью говорил. Вот он говорит Божьи слова, и видите, какая реакция народа, он говорит с болью. Я сделался забавным певцом. И люди идут с таким, знаете, как на концерт. Пойдем, послушаем, что он там нам скажет. Пойдем, послушаем, а какое там все. И мы превратились в оценщиков, не в слышащих, что Бог говорит нам в Сыне, а в оценщиков спикера, в оценщиков всего, что происходит вокруг нас. И вы знаете, и мы не слышим того Слова, которое Бог говорит. В тот четверг, который, знаете, вот здесь Божье провидение, какая-то невидимая рука Божья. В тот четверг, когда я первый раз говорю Слово, и первое пение было, как раз Сережа вел пение, и первое пение было мне очень понравилось. Господи, это ответ на мое переживание. Послушаем, что скажет Бог из книги Дивной и Святой. Послушаем. Наверное, сегодня собрались мы тоже послушать. Послушать, а что нам Бог говорит? А как нам Бог обращается? Вы знаете, перед нами знаки. И эти знаки, когда мы будем к ним относиться, они имеют тоже силу. Силу, что мы слышим. Силу, что мы понимаем. Вы знаете, сама жертва Христова, она не только для верующих, она для всех. Для всего народа. Вся проблема всего человечества заключается в двух вещах. Первое, это к неверующим. Написано, что почему люди погибают? Почему погибли? Бог же пришел, спаси. Написание говорит так. Они погибают за то, что не приняли любви истины для своего спасения. То есть, со стороны Бога, Бог все сделал. И мы будем все и говорить. Но, когда человек не принимает то, что Бог сделал, то это слово является осуждением. Вы знаете, наверное, когда вы читаете слова Христа, не всегда понятно. Я говорю, Христок, я вас судить не буду. Слово мое, которое вы слышали, оно будет вам судей. И это слово в отношении. Мы, как люди верующие, приняли это слово. Приняли эту любовь Божью. Вы знаете, когда мы приняли, и опять же, у нас есть ответственность. Вы знаете, перед чем? Перед словом Его. Бог говорит нам в Сыне. Я буду сегодня говорить на эту тему, и мы будем рассуждать. А что же Бог говорит нам в Сыне? Что Бог возвещает нам в Сыне? Какая наша ответственность перед Отцом за то слово, которое Бог подарил нам в Сыне Своем, Иисусе Христе? Наверное, когда вы читаете, опять же, в этом послании к евреям, мы читаем 10 главу, и там говорится, ну, это боль, это печаль, говорится, это никакая радости нету. Там говорится о том, что всегда перед словом, который Бог говорил в законе, Бог говорил в Ветхом Завете, и если люди игнорировали, они наказывались. Говорит, так точно наказание, мы повинны будем, мы, люди верующие. В чем наше наказание? Мы читаем из 26 стиха, 10 глава, и там говорятся эти истины. В чем наше наказание? Это отношение к тому, что Слово нам сказало. Первое, отношение к Иисусу Христу. Бог говорит нам в Сыне, и мы можем проигнорировать Сына или Слово Божие только своим отношением. Это первое. Второе, в чем Бог, мы, как люди верующие, имеем осуждение? В том, а какое наше отношение к крови Христа? Как мы верим сегодня? Мы исповедуем ту истину, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очистила, не очистить, а очистила нас от всякого реха. И если мы сегодня о своем рассуждении, о своем отношении, не исповедуем силу крови, то, например, мы попираем, не считаем, вот это за святыню. И третье, в чем опасность, моя и ваша опасность, слышите слово. Пасность в том, как мы относимся к Духу благодати. Дух благодати – это Дух Святой, это то, чтобы Бог открыл нам в Духе Сынов учение свое, это то, какой у нас Господь. Бог говорит нам в Сыне. И, наверное, сегодня очень важно услышать. Услышать, а что нам Бог говорит? Вы знаете, почему это так важно? Это не то, что самолюбие Бога задевается. Знаете, вот вы меня не слышите, кто-то меня игнорирует, меня как самолюбие. Бог не страдает самолюбием, Бог самодостаточен. Но у Бога есть та печаль, которая присуща Богу. Он стоит на Духе Сынове и плачет. Говорит, хотя бы в сей день вы там слова не услышали, но поняли, уразумели. Я вот, я хотел сколько раз собрать вас, как птица птицов подкрыли свои. Сколько раз я хотел, чтобы вам было благо, счастье. Хор пел о том, что мы сегодня, понимая вот это свое положение, мы ликуем, мы счастливы, потому что Бог пришел, чтобы мы имели это счастье. Чтобы это счастье стало частью моей жизни. Чтобы я был блажен, потому что блаженный, Христос сказал, многие цари и пророки хотели услышать то, что вы слышите, и не услышали. Блаженны вы, блаженны уши ваши, очи ваши, блаженны вы, когда вы слышите то, что Бог говорит нам в Сыне. И я хотел бы сегодня продолжать эту мысль, обратив внимание на первое, то, что апостол сказал. Почему это так важно? И мы читаем первое послание Филосценикистам, вторая глава, 13 си. Он говорит, я благодарю Бога. Вот апостол Павел посмотрел вот так на людей, ну, наверное, я не знаю, сколько количеств там было, но он как-то мог духом оценить их отношение к слову. Как они слово воспринимают? Я благодарю Бога моего. За что, братья? За то, что вы, слышавши слово, у вас была правильная реакция, правильное отношение. Вы его не приняли как слово апостола Павла. Нет. Вы приняли как слово Божье. Почему это так важно? Что вы не приняли, ну, Владимир, знаете, мне часто, я уже говорил, и часто говорю, о, как-то, вроде неплохо, дух поддерживает. Какое было хорошее слово? И я знаю, что это слово не работает. Почему? Потому что, когда человек услышит не мое слово, а услышит слово Божие, и скажет, слава Богу, брат, что Бог сегодня через себя сказал это слово. Для чего это так важно, оценка? Это не говорящему, потому что, я благодарю Богу моему, что принял еще от меня слово, вы приняли не как слово человеческое, как слово Божие, и там написано, потому что в этом, в этом слове, Бог силен действовать. Сила Божия совершается в этом слове, в слове, которое вы и я принимаю, в слове, которое возвещается всем, всей твари. И вот, моя реакция, ваша реакция, это отношение к слову. Я хотел бы обратить первое, на что мы, на что обратили в прошлый раз, мы уже говорили, что, во-первых, когда мы говорим, написано, вера наша от чего? Отслышание слова. Вера строится на слышите, на слышите слово. Сегодня, знаете, дух времени, это дух времени, я ее стопроизводил, дух времени говорит больше о вере, не о том, что услышали, а в то, что будет. Я верю. Я верю, что Бог в том помог, я верю в том, в том. И, знаете, эта вера какая-то, вера не та, что Библия учит. Библия говорит о вере, которую мы услышали, Божьи отношения к нам, которые Бог явил в Иисусе Христе. И если мы не услышали это, то мы ищем не того, что угодно Господу, мы ищем своего. И Библия говорит, вы просите и не получаете. Почему? Не потому, что Бог изменился, не потому, что Бог изменился. Вы просите для собственных. Я говорю, я верю в это. Я верю, Бог поможет. Я верю, Бог сделает. Я верю, что Бог сильный. Я верю. И ты не можешь сказать, что это неправильно, но мотивация неправильная. Мотивация неправильная в том, что мы не поверили в Божье отношение к нам. И написано, что они поклоняются или ищут того, а не Творца самого, а ищут, чтобы Творец им дал. Он поклоняется, что Творец им дал. Ой, Господи, какая хорошая природа, как прекрасно. Я не говорю, что не надо за Бога благодарить. Но если я не вижу Творца и Божьего отношения ко мне, вы их не видите, то все то, что природа, это миг. Вы увидели, возрадовались, завтра вы забыли. И ваше большее внимание обращается не на отношение Бога к нам, а на то видимое, которое мы сегодня видим. И потому первое, на что я хочу обратить внимание, в прошлом мы говорили, что мы взираем на кого? На начальника и совершителя веры нашей. Мы взираем на того, кто начал во мне у вас свое дело. Мы взираем на того, кто возлюбил нас до того, как мы уверовали. Мы взираем на того, который доказал свое отношение к нам, что он послал Сына Своего. Писание говорит, что же сказать на все это, на что мы взираем? Что мы видим? Что Бог за нас. А если Бог за нас, то что, Писание говорит, если те, кто могут быть против нас. Если Бог не пощадил, а мы сегодня утверждаем эту заповедь, утверждаем эту истину Божию, Бог не пощадил Сына Своего, то как с Ним, не дарует нам и всего. Вы знаете, откуда обвинение, откуда осуждение, откуда смущение духа, откуда того переживания, если Бог придет, то что будет со мной? Откуда? От того, что мы не видим и не понимаем, что Бог совершил нам в Сыне. Писание говорит, кто будет обвинять, если Бог оправдывает? Кто будет осуждать нас, если умер и воскрес, для того, чтобы мы сегодня, взирая на то, что Бог говорит нам в Сыне, имели жизнь и имели избытки. И потому, вы знаете, первое, что я уже обратил внимание, уже раньше, второе, что мы говорили, что Бог нас примирил с Собою весь мир. И это знаки примирения. Это свидетельство Божие. Бог примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступления их. И дал мне и вам это слово примирение. А мы сегодня, это благоухание, понимание о Боге, что мы делаем? Распространяем. Мы говорим сегодня, мы возвещаем. Ну, знаете, наверное, сегодня всякая, ну, как бы, такая проблема, говорит, мало благовестия. Мало благовестия. Мало люди говорят. Мало возвещают. Вы знаете, я убежден 100% в этом. Благовестие, это результат от избытка сердца, говорят, уста. Если там не наполнено Богом мое сердце, не наполнено утешением миром Божиим, если я не наполнен уверенностью в том, что какой у меня Господь, что я могу сказать? Что я могу возвестить? Когда я сам страдаю, я сам мучусь, я сам переживаю, и я не говорю, мы говорим не о себе, братья и сестры. Мы сегодня говорим о том, и мы прошлый раз говорили, мы говорим о совершенстве того, кто меня призвал, вас призвал, и эти знаки утверждают, признал нас из тьмы в чудный свой свет. И мы сегодня своим исповеданием, своей верой, мы возвещаем Божье Слово, Божье отношение к нам в Иисусе Христе. И потому, я хотел бы сегодня, чтобы мы увидели или услышали, а что Бог нам говорит. Вы знаете, все, что Бог говорит, Он уже сказал. Он не скажет, а сказал. Мы живем время, когда говорить, Божье откровение, Божье откровение наполняет. Аминь. Наполняет. Но Бог не может противоречить себе самому. Бог не может сказать, допустим, ой, сын мой, дочь моя, я возлюбил тебя. Бог уже сказал, что он возлюбил. То есть, это уже было. Бог не может сказать, что я тебя, ой, я тебя, значит, ты так молился, ты так пастился, я взял тебя в свои руки. Бог говорит, нет, я, вы уже в руке Отца Моего. Из руки Его никто вас не похитит. То есть, что получается с нашей верой? Мы не видим начало Божье, а Бог есть начало, начальник и совершитель нашей веры. Или мы верим в начало, что тот, кто начал во мне у вас свое дело, он верен. Мы неверны, мы несовершенны, мы можем сделать какие-то неправильные вещи. И когда мы делаем неправильные вещи, знаете, что с нами происходит? Мы сейчас начинаем переживать, волноваться, смущаться. У нас нет уверенности в завтрашнем дне. Мы начинаем волноваться от любой ситуации жизни. Знаете, от чего? От того, что мы видим в ситуации жизни. Я сегодня подхожу, там у нас сидят две сестры, которые обе имеют одинаковые переживания. Обе болезнь, один Господь, смерть и жизнь. Вот рак, что за болезнь такая? Умирают люди от нее, некоторые исселяются по милости Божьей. Вот две сестры больные сидят. Знаете, так приятно. Я подошел, говорю, знаете, сестры, да благослови вас Господь, чтобы вы в своих беседе нашли утешение не в методах, аж как бороться с этой болезнью, а утешение у Бога. Потому что он вам даст силы. Это тот источник. И они говорят, да, да, только так. Знаете, когда мы видим Писание, кто будет пить эту воду живую, которую Бог дает нам, говорит Сыне, то что Бог, знаете, что Бог говорит нам? Тот будет иметь жизнь, где? В себе самом. Это Бог создает во мне свою жизнь. Это Бог создает через Слово Свое у вас свою жизнь. Это вы, вкусившие благость Божию, будете сказать, какой Господь. И потому что мы им живем, мы им движемся, мы им существуем. И жизнь, которую Бог принес, это вот свидетельство. Для того Он отдает, отдает, Христос сказал, я отдаю, чтобы вы имели во мне жизнь. Я отдаю, да, я добровольно отдал. Да, я пошел на смерть. Да, я знал, что это, это участь, которая очень тяжелая, потому что мне придется взять грехи всего мира. Да, Отец Небесный оставит меня. Да, я знаю, что это будет, но Он проведет меня. И когда Он говорит, цель, что всякий, ядущий, и пьющий, вот то, что совершает во имя мое, будет жить мною, будет иметь жизнь во мне, то эти слова, это не просто слова. Вы знаете, еще говоря сегодня о верующих, я хотел бы поговорить сегодня о всем, то превосходнейшем, о том величественном, что мы, как народ Божий, соприкоснулись с этим. Раньше это не было. Вы знаете, сегодня, когда мы рассуждаем о делах Божьих, о совершенном, написано, что Бог одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, когда я буду говорить сегодня, вкушая эту вечерю, на что я буду смотреть, или заповедь. Знаете, мне очень нравится старое наше понимание. Сейчас уже мы многими подменяем, ну, суть-то не теряется от этого. Раньше было воспоминание. Говорили, будет воспоминание. Мы говорим, сейчас вечеря Господня, запахи Господня, все нормально. Ну, а такое было традиционное, старое, понимаете, воспоминание. То есть, мы вспоминаем то, что уже Бог сделал для нас. Мы не просим Бога, а мы вкушаем, верой принимаем, а что Бог уже совершил для нас. И первое, что я хочу говорить сегодня, когда мы говорим сегодня, совершил с собою очищение грехов наших. Совершил с собою очищение грехов наших. Братья и сестры, кто-то из нас спросил, я говорю к верующим, чтобы Бог очистил нас от грехов наших. Или это было желание Божие? Чего это инициатива? Кому принадлежит эта инициатива? Мне, человеку грешному, я прихожу, Господи, очистить меня. Или это Бог? Когда я еще блуждал в этом мире, когда вы блуждали, не знали, Бог уже вожелал. Но Бог, смотрите, когда вы приближаете свету к Богу, Бог показывает мою и вашу нужду в Боге. Бог показывает нашу нужду в прощении Божьем. Бог показывает, и мне нравится песня о имя Иисуса. Там есть слова. В Иисусе Бог мне не судья. Он друг и пастор мой. Вы знаете, я не знаю, но у вас есть круг людей, с которыми вы легко общаетесь. Очень легко общаетесь. Подходите, общаетесь, открыты. А есть круг людей, с которыми вы не общаетесь. Не потому, что у вас не получается, вы в каждый раз чувствуете, что вас не понимает этот человек. То вот Бог хочет, чтобы мы услышали и увидели, Он говорит нам в Сыне, что Он нас понимает. Он знает мысли наши. Он знает чувства наши. Он знает боли наши. Он знает все страдания наши. Он знает, кто мы есть. Он знает. И когда я прихожу к Нему и исповедую Его отношение ко мне, вы начинаете исповедовать. Вы говорите, ибо это угодно Господу. А что угодно Господу, мы читаем первая глава Колоссянам, и я буду цитировать, я только обращу внимание, из 19 стиха на 22 и 23 стих. 16 стиха говорится, Колоссянам, первая глава 16 стиха, вернее, 19 стиха, говорится о том, что это было угодно Богу. Это было желание Бога, что нас мертвы по грехам и преступлениям, в которой мы раньше все жили. Но Его угодность была в том, чтобы примирить нас с собою, чтобы дать нам жизнь. Дать нам жизнь. И эту жизнь Он примирил нас в Сыне. И сегодня Он идет ко мне, к вам с этим словом примирения. Что Бог сделал в Сыне? Если вы это Слово слышите, но вы не уверовали это Слово, то вы будете осуждены, да хранит вас Господь, за то отношение к Слову, которое Бог слышал. Если вы верующий человек, и сегодня слышите Слово Божие, что Бог примирил вас в Сыне, и вы верите в том, а как Бог приставил. Потому что результат примирения, это как я приставлен сегодня в глазах Божьих, если это примирение произошло. И написано, что было угодно Богу, 22 и 23 стих. Послушайте внимательно. Это, чтобы Он нас приставил пред собой. Какими? Чистыми, непорочными, совершенными. Для чего? Для чего Бог приставил нас в Слово? Это Богу надо или мне надо? Бог знает нас. Это мне, чтобы иметь общение с Господом, чтобы я увидел благость Божию ко мне. Писание говорит, вы вкушаете, вы вкусили, как благ Господь к нам. И когда эту благость мы вкушаем, мы открыты пред Богом. Мы понимаем того, который знает мою внутренность, знает мое сердце, знает ваше сердце. Вы знаете, мы часто пытаемся Богу донести то, что Бог знает. Донести. И я уже говорил об этом на прошлом служении. Как мы доносим? У нас здесь ноша. У нас здесь боль, переживания. У нас, как Павел назвал, жало. Это жало, мы понимаем, что явно не Бог послал. Это не Бог. Это от лукавого. И это жало мне достает. И знаете, я не что, Господи, ну помоги. Господи, ну избавь. Господи, ну разреши. Господи, ну ты силен. Ну ты всемогущий. И молюсь, и ничего не получается. Я общаюсь с народом Божьим. Народ приходит, и приходит какое-то понимание. Я уже не знаю, как Бога просить. Я уже не знаю. Знаете, как Бог ответил апостолу Павлу? Это же молитва апостола Павла. Вторая посланная Коринфянам, 12 глава. И мы начинаем с 7 стиха. И я хочу обратить внимание на 10 стих. На 9-10 стих. Апостол говорит такие слова, что Бог открыл ему такую истину, которая принадлежит не только Павлу, и нам принадлежит. Довольно для тебя моей благодати. Я показал тебе мое отношение к благодати. Что дьявол делает? Дьявол показывает нам все внешние вещи, чтобы не видели мы сегодня благодать Божию к нам. И вдруг Павел увидел эту благодать, я говорю, братья, я тебя радую, я благодушую, не потому что у меня нету тех проблем, которые были. Нет. Я вижу, да, я немощный, да, я слаб, да, я несовершен, но я вижу Божье отношение ко мне. Я вижу того, кто как ко мне относится, потому что я им живу. И потому, он говорит, я силен. Да, я в немощи, но я силен, потому что Бог за нас. И потому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня, говоря о том, что слово, о котором мы говорим, оно превосходнейшее, в чем превосходнейшее? В том, что Бог явил за нам в Иисусе Христе, написано, кто будет обвинять избранных Божиих, если Бог нас оправдает. Вы знаете, когда мы говорим о оправдании, то, наверное, такая внутренняя мысль, которая нас всегда преследует, ну, я уже должен быть совершенный, правильно? У меня уже не должны быть никаких недостатков. У меня должно быть все гладко. Вы знаете, мы часто обращаем внимание, грех или то несовершенство, которое живет во мне и у вас, это плоть ваша. А то, что являет правильные, верные дела, это дух ваш. И написано, когда мы смотрим на свою плоть, когда мы видим плоть, мы видим несовершенство. Ну, что Бог говорит? Бог хочет, чтобы мы донесли нам, что Бог, в Иисусе Бог не судья. Он взял моего ветхого человека, вознес на крест, и что сделал на кресте? Прибил. Аминь. Еще что сделал? Уничтожил. Открывайте, евреям 9 глава 26 стих, и увидите, уничтожил. Но это вопрос веры. Верю ли я в то, что Бог сделал на кресте, или не верю? Верю ли я в то, что это совершилось со мною? Почему? Потому что Бог говорит мне о сыне, Бог говорит мне о том, что уже Он сделал. Верю ли я в это? И вот, когда мы говорим о превосходнейшем, то это заключается в том, я читаю второе послание, второе послание Коринфянам, третья глава, с 9 по 12 стих. Знаете, у нас всегда будет, и это нормально, спор, ненормально, когда мы ищем выхода не вот в этом споре, а в закон. Он сегодня имеет силу, не имеет. А вот еврейство, какое отношение наше к еврейству? Все эти вопросы возникают только по одной причине, в том, что мы не до конца вкусили благость Божию к нам. И потому что, когда мы вкушаем благость Божию к нам, надобность, или сушность этих вопросов, они просто исчезают. Я читаю с 9 стиха по 12. Смотрите, когда мы говорим о славнейшем, это то, что пришло от Господа через Иисуса Христа. Когда мы говорим о том, что было, это то, что пришло к нам через Моисея. Бог давал нам, людям, откровения. И теперь, смотрите, с 9 стиха идет такая мысль. Ибо если служение осужения, то, что было дано через Моисея, славно, то тем паче изобилы славы и служения оправдания. То прославленные, даже не окажется славные сей стороны, почему потеряли славу? По причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Я хотел бы сегодня определить внимание, что Христос сказал, я есть путь истины и жизни. Вот все, что делал, в законе написано, закон не довел никого до совершенства. А Христос говорит, я есть путь истины и жизни. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Святого через ту веру, что Христос сделал для нас. Только через то, что мы понимаем, что Господь совершил, Бог совершил для нас в Иисусе Христе. И это дает нам право. Я есть дверь. И мы входим через эту дверь к Отцу. И это превосходнейшее. Это дверь, которую открыл нам и Христос через плоть свою. И входя в эту дверь, мы имеем сегодня дерзновение пред Господом. Не потому, что мы дерзки. Нет! Это не в дерзости. Это в смирении. Мы понимаем, мы осознаем ту милость, ту благость Божию, которую Бог имеет нам. Мы вкушаем и мы восхваляем Бога. Мы радуемся, потому что Бог доказал нам свое отношение к нам. Доказал это в Иисусе Христе. И следующая мысль, на которую я хочу обратить внимание, когда мы говорим сегодня об этом превосходнейшее, то оно пришло только со Христом. Ее раньше не было возвещено это. Все, все, что было до Христа, указывало на Христа. Писание говорит так, все они пророки, все, кто был после, они пили из последующих камня. Камень же был, с которой есть вода живая. Камень же был Христос. И потому мы открываем послание Колоссянам, первая глава. Я читаю, мы уже с первой главы цитировали, я такое читаю, с 26 стиха, в первой главе, где так говорится, что то, что нам Христос принес, это тайна. 2 шестра стих. Тайна, сокрыта от веков родов, ныне же открыта святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для нас, язычников, которые есть Христос в вас, упование славы, которое мы проповедуем, разумляем всякого человека и научаем всякие премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Иисусе. Знаете, одно из прекрасных прекрасных истин, которые мы еще не увидели, но придем. Когда мы придем на небеса, мы искаем одну истину, которую я писаю, говорю, вот Бог наш, на которого мы уповали. Все остальное не имеет смысла, братья и сестры. Все остальное, оно погаснет. Земля, дела, все наши, тем, чем ему все похвалиться, оно останется. А вот это живое упование. Потом Писание говорит, братья, не оставляйте вот это исповедание, упование ваше. Почему? Ему же предстоит великое воздаяние. Мы праведной верою живем. В чем наше колебание? А колебание в том, что мы сегодня не утверждаем Божьи отношения, а мы сегодня говорим больше о том, кто мы в Адаме. И когда мы говорим, кто мы в Адаме, то, вы знаете, каждый из нас смущен духом. Каждый из нас говорит, Господи, ну помилуй меня, Господи, не оставь меня, Господи, ну я тебя прошу. И вы знаете, и как-то мы не вкушаем вот эту славу Божию, которую Бог явил нам в Сыне Своем. Мы не видим то величие, славы Божьей, которую Бог дал нам. Я хочу процитировать слова, которые, мы знаем их, но мы читаем 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Знаете, как описание говорит? Вы, и в том числе я, род избранный, благодаря той же от Христа. Вы царство и священство, народ святой, взяты в собственность Богу, в удел. Для чего? Богу, чтобы мы увидели. Для чего? Я уже всю эту мысль повторяю много раз. Для чего? Чтобы возвещать совершенство того, кто призвал каждого из нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилы, а ныне помилы. И потому сегодня мы, как народ Божий, будем совершать западь Господню. И каждый из нас будет что-то внутри себя говорить. И Бог сердцевидец, никто из нас не видит. Мы не только видим, а участие. А что там внутри вы говорите? Какое ваше отношение перед Господом? Воздаёте вы славу Богу, благодарите вы Господа, исповедите силу благодати Божией, говорите о том, что вы сегодня стали. Вы знаете, я больше чем уверен, я уже опять же повторяюсь, может, уверен в той истине, что если он не просвещен, брат или сестра, от него требовать совершенных действий невозможно. Он в мире всем поступает по образу мира сего. Он думает, что он самый правильный. Мы начинаем судить поступки человека. Мы не грешим, но мы не исправляем. Мы потому Богу очень, что мы уверовали в то, что Бог нас вывел из тьмы, а теперь вот там, знаете, ребята, вот там светлая точка, идите туда. Так Бог сделал? А-а. Он вел нас в царство возлюбленного Сына Своего. И мы сегодня о чем мы говорим? О царстве Божьем, которое где? Внутрь вас есть. Если это царство, есть жизнь. Нету этого царства, нету жизни. Доброси нас Господь. Вы знаете, мы живем в мире, в котором сегодня все перевернуто. Перевернуто в том, что мы смотрим там, какие-то мы музыку смотрим, слушаем, это плохо, не смотри, это вредно. Знаете, я уже говорил, что в моей молодости было проще. Или информации не так много, но когда информация, мне говорили, ну ты посмотри на тот идеал, артист, певец, какая у него жизнь? Может ли с этого источника гнилого что-то доброе быть? Вы знаете, это как-то действительно дало трезвость понимания, что это гнилой источник. Да, они устами чтут, да, они устами что-то говорят, но они образом жизни, пониманием ценностей, они далеки от Бога. И поэтому апостол обращается к нам, и я хочу на этой мысли подвести итог. Обращается к нам и говорит эти слова. Четвертая глава послания к Ефесянам, и он обращается и говорит 17 стиха. Посему я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали к нам, верующим, не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помпрочены в разуме, отчужены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дая до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасветимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе. Дорогие братья и сестры, сегодня мы говорим, утверждаем истину Божию. Истина Божия, она непоколебимая. Но если все обетования у Бога не бывает так, то да, то нет. Все обетования Божьи, да, и аминь. И Бог хочет сегодня нас, утверждающий нас в этом, есть Сам Бог. Это не я вас хотел утвердить, это Бог хочет, чтобы мы утвердились в Нем. Это Бог хочет, чтобы мы сегодня увидели и поняли, какой у нас Господь. Потому что мы им живем. Мы им движемся. Мы им существуем. И Христос, говоря или обращаясь к народу, говорит, в веточке. И каждый нас сравнивает с веточкой. Я из лоза. Сама по себе веточка не может жить. Она не может жить. Она живет, если пребывает на лозе. И так, прибудьте во мне. И слова мои, да пребудут в вас. И тогда ваша жизнь, моя жизнь, она произойдет много плодов. Через это будет прославлен Бога. Бог. И вы будете блажены в своих действованиях. Да благослови нас Господь в этом. Аминь. Помолимся. Бог наш, я благодарен Тебе, что мы можем быть собраны во имя Твое. Я благодарен за то, что Ты сегодня нас как народ Твой ободряешь и укрепляешь тем, что мы принадлежим Тебе. Мы Твой народ. Ты нас, Господь, нашел в этом мире, когда мы блуждали. Когда мы не знали Тебя как пастыря и не понимали то отношение Твоего, которое Ты имеешь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам этот путь через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что принимая Иисуса Христа своим Спасителем, Ты дал нам те обетования, то богатство, ту славу, которую Ты, Господь, хочешь, чтобы народ Твой облегся, оделся в этом, что мы живем в этом мире, не были, как прочие люди, с поврежденным разумом, с суетностью умственных, пониманием, что это правильно, неправильно. Но мы молимся сегодня, осознавая, что мы Тебе принадлежим, поступать, и чтобы правильно и через эти поступки Ты был прославлен, Ты был возвеличен. Наш Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok